Привет всем! Ну а теперь я немножечко поделюсь своими мыслями о данной ситуации с Иваном, полицейскими этими Осадчим и вторым, я не знаю, так он и не представился. Самое первое, основное, причина остановки. Поначалу они рассказывали, что причиной остановки является превентивная деятельность, хотя это не причина для остановки, это полномочия полицейского, а полномочия он свое уже как бы может реализовать при помощи тех инструментов, которые у него есть. А это, соответственно, у нас статья 35 закона с полицией, остановка транспортного средства, и там написано в части 1, когда он может остановить, в части 2, когда он обязан остановить, в части 3 написано вообще четко вот таким вот образом, что когда полицейский остановил транспортное средство, то он должен сообщить причину остановки подробно, причем одну из тех, которая указана именно в этой статье, чего полицейским, конечно, сделано не было. Потом он еще, в принципе, потом он вскрылся, как говорится, этот полицейский, и сказал, что они остановили Ваню для того, чтобы проверить правомерность управления им транспортного средства. Ну, это как бы глупость несусветная. Тут, я не знаю, увольнять уже пора, а не учить, потому что, ну, сколько можно их учить? Да, мелочь, но, блин, из таких мелочей состоит вся работа их. Дальше был интересный момент, я себе тут записал просто, ну, как бы да, дабы это все максимально быстро записать на видео вам. Один из этих двух умников увидел, что Ваня ведет видеофиксацию при помощи видеорегистратора и начал светить вот это фонариком в автомобиль, ну, именно в камеру. Ну, вот это вот я вообще не понимаю, ну, даже комментировать не хочется, это настолько мерзко выглядит, ну, совсем нехорошо. Дальше один из них говорит, что мы, в общем-то, действуем так, как надо, а не так, как в Ютубе рассказывают. Ой, лучше бы вы, конечно же, читали законы, господа полицейские. А Ютуб, кстати, очень тоже полезная штука. Тут нужно посмотреть некоторые вещи непонятные, и они станут вам понятными. Поэтому вот эта любимая тема, насмотрится Ютуб, а вы вот это наслушаетесь, блин, начальника, то же самое. Хотя это более обоснованно. Я потом об этом еще вам расскажу. Я себе тут делал пометку, что вот 10 минут, 10 минут общения прошло, а за 10 минут так и вообще даже не назвали никакой причины. Ну, и в итоге, как вы видели, все общение состояло из, ну, там, почти 20 минут, и в итоге никакой причины не было. Один полицейский там сказал голословно, что он действует согласно законодательству. Ну, это, конечно же, нет, потому что там законодательством, в принципе, и не пахло. Там пахло классической вот этой полицейской схемой. Остановил кого захотел, потом начал придумывать, за что он остановил, если, конечно же, человек у него спрашивает. Если не спрашивает, то можно просто так взять документы. А, кстати, по поводу документов. Еще раз повторяю, это многие забывают. У нас остановка транспортного средства – это одна превентивная мера, а проверка документов – это другая превентивная мера. То есть, понимаете, нужно сначала понять причину и цель одной меры полицейской, а уже после этого понимать причину и цель второй превентивной меры. Потому что они очень часто это вместе, да, лепят. Типа, мы остановились, чтобы проверить документы. Получается, превентивная мера применена для того, чтобы применить другую превентивную меру. Как бы, бред полный. Еще классическая ерунда по поводу закона Украины про звернание громадян. Я уже тоже много раз это объяснял, но вот когда человек обращается к полицейскому по статье 18 часть 3 закона нацполиции, там не работает закон про звернание громадян. Потому что закон про звернание громадян, у нас есть письменное заявление, есть устное заявление. А устное заявление там в законе об обращении граждан указано, оно подается либо по телефону, либо на личном приеме. Но опять-таки, то есть не работает, понимаете. Про персональные данные. Опять, многие путаются в этих вопросах. Я уже тоже несколько раз об этом говорил. В удостоверении полицейского есть персональные данные. Есть, запомните. Ну как бы их там не может не быть. Просто персональные данные, которые находятся в удостоверении полицейского, не являются конфиденциальными. Понимаете, вот разница. Нужно этот момент понимать. Если ваши персональные данные, они являются физически конфиденциальными, и вы можете их не распространять, да, и требовать защиты этих персональных данных, то их персональные данные не подлежат защите в тот момент, когда они осуществляют функции полицейского. Ну и финалочка. Я сейчас еще раз вам поставлю, чтобы наглядно было видно. Не, я не люблю, когда меня остановлют без причины. Причину вы мне так и не назвали. Вы меня начали путать по законам, и я считаю, это абсолютно неправильно. Ну, я обращусь к своему юристу, и мы напишем на вас жалобу определенную. Если там было все правильно, вам ничего не будет. Если вы что-то нарушили, то это к юристу. Если смотреть по тайм-коду, 55 минут 33 секунды Иван начинает прятать документы. А уже 55 минут 55 секунд полицейский сообщает ему, что на него вынесено постановление. То есть 22 секунды – это просто какой-то мировой рекорд. За 22 секунды полицейский рассмотрел дело и принял решение по делу. Ну, как бы абсурд полный. Что было дальше? Дальше Иван уезжал, и мы решили, что подадим-ка мы для начала жалобу на это постановление. И пусть его рассмотрит Зазуля или Евдокимов. В итоге оно попало на Евдокимова. И Евдокимов рассмотрел. Что интересно. Подали для того, чтобы в первую очередь выиграть время. А в итоге Евдокимов отменил это постановление. Представляете? То, что отменил, это, конечно, молодец. Но как отменил – это просто кошмар. Сейчас я вам покажу, а потом и расскажу, вот это самое решение Евдокимова об отмене постановления полицейского Осадчева. На первой страничке решения Евдокимов пишет. Заступных начальников, целых заступных начальников. Вы понимаете, зам начальника УПП в городе Киеве. То есть в столице, в миллионник. Он еще и там какой-то то ли юрист был, то ли адвокат. Ну, наверное, не очень хороший был юрист и адвокат, раз такое пишет. Он пишет, что он рассмотрел дело об административном правонарушении. Дмитрий, нет, вы не рассмотрели дело. Вы рассмотрели жалобу о постановлении. Как бы дело рассмотрел, ну, условно рассмотрел. Полицейский Осадчий, да, то есть. А вы уже рассматриваете жалобу на постановление, а не дело. Это разные как бы вещи. Ну, а на второй странице еще интереснее. Мы специально, когда подавали жалобу, не прикладывали туда видео. Это было сделано специально и это, в общем-то, и свои плоды и возымело. Вот Евдокимов на второй странице пишет, что инспектор остановил транспортное средство и сообщил причину остановки. Я уже говорил, да, какую причину остановки он сообщил. Ну, Евдокимов уверенно пишет, что да, сообщил, разъяснил права и обязанности согласно 63-й и 268-й Купапе. Да, рассказывал там права, тоже помните, да, вот если пересмотрите тоже видео, первое, то увидите. А также предупредил водителя о том, что сейчас, согласно него, будет рассмотрено дело. Ну вот, я вставил буквально несколько минут до этого, как это происходило. За 22 секунды, после того, как Иван спрятал водительское удостоверение, полицейский ему сообщил, что на него уже вынесено постановление. Как за 22 секунды он рассмотрел дело. Дмитрий, может сообщите потом, если увидите это видео. Ну и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И в конце он пишет, что он, пользуясь пунктом первым и четвертым статьи 293 Купап, решил постановление отменить, освободить Ивана от ответственности по малозначительности и ограничиться устным замечанием. Дело закрыто. Ой, Дмитрий, садитесь, двойка. Открываем статью 293 Купап. Причитаем. Орган, должностное лицо, при рассмотрении жалобы на постановление, то, что я вначале говорил, при рассмотрении жалобы на постановление, проверяет законность и обоснованность вынесенного постановления и принимает одно из таких решений. И возможно, ну и статья предусматривает 4 возможных решения. Причем, написано еще раз, повторяюсь, одно из таких. И может принять первое решение, оставить постановление без изменений. Второе, отменить постановление и направить его на новое рассмотрение. Третье, это отменить постановление и закрыть дело. А четвертое, изменить меру наказания. При этом он не может изменить ее в сторону усиления. То есть, может только понизить. Что у нас пишет Дмитрий Евдокимов? Дмитрий Евдокимов, у нас ссылаясь на пункт 1 и пункт 4 этой статьи, что делает? Он применяет сразу два решения. Хотя написано в статье, что может принять только одно из решений. То есть, он и отменяет постановление, и закрывает дело, и ограничивается устным замечанием. Как это у него получилось, честно говоря, непонятно. Поэтому, если у вас возникают вопросы, как так получается, что у нас полицейские не знают законодательства, то вот, на примере заместителя начальника Дмитрия Евдокимова, вы можете понять, что они сами, начальники, ни черта не знают в законодательстве. Поэтому, точно так же, они и учат своих подчиненных. Все на сегодня. Субтитры подогнал «Симон»